Я всех приветствую, ребят, на своём канале. Своим прежним я, Смурфик, и сегодня, ребята, будут новые предсказания по новой 32-й части истории с контрабандизмом на канале Паша Пелла, ребята. Вышла 31-я часть на канале Паша Пелла. Это был финал, насколько мы понимаем, но он написал продолжение следует. Так что будет либо с самого начала первая часть начнётся новая история какая-то, либо же будет 32-я часть. Но, вероятнее всего, будет, ребята, у нас первая часть новой истории, и всё-таки, ребята, Жене не удалось спасти, и находится он, вероятнее всего, в том доме контрабандистов. Ребята, могу вам даже... Ну, а то у меня есть инстаграм свой, я, получается, туда выставлял фотографии, и сейчас где-то вот здесь на экране вы увидите фотографии из новой 32-й части истории с контрабандистами, или же первой части называйте, как хотите. В общем, в 31-й части, как я и предполагал, будет захват, ребята, этого карьера какой-то спецгруппой. Всё-таки приехал СОБР, спецотряд Быстрое реагирование, и, ребята, всё-таки один у вас поехал за тем самым Кадиллаком, и они, получается, накрыли этот Кадиллак, повязали их, Кадиллак застрял там, получается, Паша тоже за ними мчался на мотоцикле, и, в общем, получилось это очень даже эпично. Но единственный минус в новой части, ребят, мне всё понравилось, кроме одного, но это было слишком коротко. Мне хотелось бы увидеть очень много времени в новом ролике каком-нибудь, потому что одна часть длится всего лишь 16 минут. Вот это очень мало, конечно, может, так и запланировано, но вот это, конечно, такое всё. В итоге в конце Пашу повязали и сказали, мы ему тоже предъявим что-нибудь сейчас, что он тут наснимал, и, скорее всего, Паша за автомат предъявит, потому что он вёл стрельбу по контрабандистам во время того, как Александр ворвался на тракторе, и всё там просто разнёс к чертям. Это просто жесть, ребята. Кстати, подписан на мой инстаграм, ещё раз говорю, и извиняюсь, что я так поздно выкладываю данный ролик, просто я занимался вторым каналом, у меня тоже есть второй канал на ютубе, ссылка тоже будет в описании. Там я снимаю видосики по ворот миру, играю я на трёх серверах, второй, седьмой, восьмой, вероятнее всего, ещё буду играть на четвёртом, вместе с Пашей Пелом. Также у меня есть вторая группа, у меня есть своя группа по Паше Пелу, ссылка тоже будет в описании, ребята. Ну ладно, мы не будем долго томить, впуститесь, ребят, в комментарии и напишите ваши догадки в комментариях, и я начну уже свою версию. У вас есть три секунды, а пока что вы ещё можете поставить лайк, кто успел написать в комментариях ваши догадки, ну или же поставите на паузу вы данный ролик. Окей, ладно, ребят, начинаем. Итак, первая часть, или же 32-я часть, будет основываться на том, что Пашу, скорее всего, отпустят. Если они найдут Женю, а Женя находится в особняке с синей крышей, это 100% я вам даю, потому что он больше нигде не может находиться на карьере, потому что его нет, и он находится в особняке с этой синей крышей, ребят. Будем смотреть, высматривать, и Женя, вероятнее всего, поможет освободить Пашу, потому что Паша помогал ему в этой самой спецоперации, и, вероятнее всего, Пашу ещё наградят. Но это как бы не точно, и может начаться новая история, потому что одна машина уехала, и за Пашей может начаться какая-то охота, или же ещё что-то в этом роде. Надеемся, что всё будет хорошо, ребята. Это моя единственная догадка, которая будет, потому что, ну, по-другому не может основываться, потому что есть ещё фотографии, где СОБР стоит с этой самой машиной, где вот эта вот группа, спецотреб, быстрое реагирование, ну, две машины УАЗов чёрных, рядом с особняком, с синей крышей, вероятнее всего, там проходят вот эти вот все обыски, не знаю, что-то такое. И, в общем, вот так вот, фотки, естественно, я прикрепил где-то в ролике, я вам думаю, вы видели, это у меня был в Инстаграме, ребят, а также, ещё раз говорю, подпишитесь на мой Инстаграм, там просто всё выкладывается, ребята, потому что, ну, это просто на постоянной основе, ребят, должно выкладываться у меня в Инстаграме. Как бы вы подписаны, вы должны видеть это всё. Я обещал, я обещал, я выполняю свои обещания. Окей, ладно, думаю, на этом всё, ребят. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои идеи для нового ролика в комментариях. Также, ребят, давайте поставим лайк под новый видеоролик Паш и напишем в комментариях ему то, что мы от Смурфика или ещё что-то в этом роде, потому что, потому что было прикольно, конечно, увидеть моих ребят в комментариях у Паш. Я всех буду читать и всем буду, постараюсь отвечать, если найду комментарий, то, что я от Смурфика. В общем, ребят, думаю, всё. Всем спасибо, 400 тысяч лайков на новое видео, как Паш сказал. Мы попробуем осилить эту цифру и надеюсь, у нас всё получится, ребят. Всех обнял, всех люблю. Всем пока. Упал! Субтитры сделал DimaTorzok